Ты включаешь запись? Да, я включил. Спасибо большое. И мы с вами обязательно-обязательно мысленно хотя бы обращаемся к небесам, чтобы нам была помощь в этом сложном деле, проникновение в пророческие тексты. И сегодня у нас с вами в плане Псалмы Давида и именно восьмой Псалом. Я думал о том, чтобы выстроить какую-то одну единую линию, но это сделать очень-очень трудно. Я напомню, что мы с вами говорили об Адаме, о том, как Давид пересказывает его мировосприятие, о той проблеме, которая есть у Адама, как у, скажем, такого конечного человека, когда он стоит перед бесконечностью, перед Всевышним. Мы с вами говорили и о том, как Адам исправляет свою ошибку, а его такое непонимание, как конечное, может существовать перед лицом бесконечным, привела его к ошибке, привела его к греху, дерево познания добра и зла. И мы говорили об исправлении. Это отражено в Псалме, который начинается словами «Мезморши» в Йома Шаббатке, песне «Дню субботнему». Мы с вами поговорили о том, как Давид, который в какой-то степени хотя бы является отражением Адама, видит мир, он видит, он не может оторваться, скажем, и считает, что нельзя оторваться, невозможно оторваться от той точки, с которой началось створение, где был сотворен Адам, и там должен быть построен храм. И вот мы с вами говорили о Псалме, который является песней ступеней, в 1-132 Псалом «Как хорошо сидеть братьям вместе», не уточняя, скажем, источность перевода, «Как хорошо сидеть братьям вместе». И мы с вами говорили, что имеется в виду место храма, которое объединяет все противоположности. И только это дает возможность совместному существованию. Это я напомню предыдущие наши занятия. А сейчас мы с вами давайте погрузимся в 8-й Псалом и попытаемся проникнуть в мысль и чувство Давида. Я пытаюсь открыть презентацию, которую я приготовил. Одна секунда. Так. И вот, и вот, и вот. Да. Вот. Только сделаем чуть покрупнее. И мы с вами готовы, чтобы соприкоснуться с этим удивительным текстом. В 8-й Псалом мы можем представить из него Давида, который не однажды, не один раз ощущал себя в мире таким маленьким, крохотным. И перед лицом всех тех проблем и трудностей, которые стоят перед ним, ощущал себя очень одиноким. И в то же время он, как мы с вами говорили, никогда ни в одну минуту в своей жизни не терял ощущения божественного присутствия везде и повсюду. Когда он говорит о доме Всевышнего, не о дворце, а о доме, он имеет в виду весь мир. Не так, как мы имеем в виду храм, он имеет в виду весь мир, потому что весь мир он воспринимал как дом Всевышнего. И вот этот Псалом начинается словами дирижеру на гетит. Нам трудно представить, что такое гетит, но мы здесь слышим слова, как мы можем перевести это как инструмент из гата. И это нам дает какую-то привязку по времени. Мы понимаем, что эти слова Давид сказал, или они пришли ему, так сказать, в голову, он потом их выразил, в то время, когда он был в своих блужданиях в земле Плештим. В очень трудное для него время, когда он находился фактически в руках врага, не знал, что с ним может произойти в следующую мгновение, секунду. И вот как мы можем представить себе, где-нибудь в циклаге, оставшись один, он смотрит вокруг, поднимает свои глаза к небу и думает о своей судьбе и о себе, как о человеке в этом огромном бесконечном мире, сотворенном Всевышнем. Бог, Господин наш. Бог, как творящая сила, творец мира, изначальная сила, который все сотворил, и Господин тот, кто распоряжается всем, что есть в мире. Мы знаем, что и идолопоклонники, и философы, многие из них считали, что Бог, сотворив мир, оставил его, потому что он велик, огромен, и, скажем, что единственное, что его могло бы интересовать, это акт творения. А вот то, что потом происходит в мире с мелкими, ничтожными творениями, это не интересует его. И так что мы видим с вами во всех, скажем, во всех мифах идолопоклонников, мы видим с вами, что высшее творящее начало, оно отделено от этого мира. Есть тот, кто творит, и есть порождение вторичные божества. И вторичные божества, они-то как раз управляют миром, и к ним обращаются люди. А тот, кто сотворил все, он очень далек, и к нему бесполезно обращаться. Поэтому мы видим, что понятие об глобальной творящей силе, его творце, оно присутствует в языческих мифологиях. Но все молятся разным силам, порождением вот этой творящей силы, которая остается вдалеке. Давид, вспоминая, не вспоминая о представлениях филистимлян, или не вспоминая о представлениях филистимлян, он сразу же говорит, что Бог наш творец, он и Господин наш, он и сотворил мир, и он управляет им, он не отпускает свою руку. И, если так можно сказать, все происходящее в мире важно для него, интересно для него, удостаиваются его реакции. Это не только творец, но и судья, который смотрит на человека, на все его поступки, и в зависимости от этого ведет мир и человечество по определенному пути, в зависимости от того, как ведет себя человек. И вот это вот наша уникальность, уникальность еврейского народа, которая проходит красной линией через Тору и через пророков. Бог не только творец, но он и судья. Судья – это значит, он постоянно смотрит на землю, не отрывает от нее своих глаз и реагирует на то, что происходит на земле. И Давид дальше высказывает, да, мы уже видим, как бы, что Давида в душе поражает вот этот, если так можно сказать, интерес Бога ко всему, что происходит в мире. И он говорит, как мощно имя твое на всей земле, имя того, кто поместил великолепие свое на небесах. Имя твое проявляется как мощь на земле через все события, которые происходят на земле, будь то явление природы или будь то исторические события, движение человечества или какого-то народа по своему пути, вглядываясь в это во все, мы можем увидеть имя Всевышнего, то есть его проявление, проявление его воли. Всегда ли удается это сделать? Наверное, далеко не всегда. Но нам в этом всегда и всегда помогали пророки. Если мы возьмем, скажем, пророка Ихискеэля, то первая глава его, которая называется «Колесница», в ней описывается пророческое видение, в котором пророк видит как бы Всевышнего, то есть неясный образ, неясный силуэт, он видит сидящим на престоле, он, конечно, не предполагает, что у Всевышнего есть какой-то образ, но он сматывается это как в картину, есть, так можно сказать, какое-то художественное произведение, которое передает определенную мысль, в данном случае мысль Творца. И вот это его пророческое видение, он видит очертания господина мира, сидящего на престоле, под ним небеса и под небесами ангелы с ликами животных и с ликом человека. Эти ангелы отражают одновременно и силы, действующие в природе, и силы народов мира, через которые Всевышний управляет историей, приводя мир, направляя мир к его исправлению. То есть это величественная картина, когда имя Всевышнего проявляется на земле, и через силы, созданные им, это не силы, созданные им, это не божество, это его, это проявление его имени, и через силы народов, которые часто как бы, часто параллельно сочетаются с силами природы, и исторические пути, пути движения мира, это также имя Всевышнего. И поэтому Давид, упомянув о том, что Бог не только Творец, но Он и Господин, Царь мира, он упоминает о том, что имя его проявляется на земле. Того, кто поместил великолепие свое на небесах. Небеса, как мы с вами можем представить себе, это духовный мир. И небо, которому мы поднимаем глаза, и видим звезды, и солнце, и луну, видим светило, это, если так можно сказать, символы духовного мира, рассказ о духовном мире. А духовный мир отличается своим единством, отсутствием противоречий. Там нету столкновения между силами природы, между водой и огнем. Также там нету столкновения между народами. Там господствует гармония и единство противоположностей. И поэтому в трактате Хагига наши мудрецы говорят, что небеса Шамаем на иврите состоит из двух слов. Эш у майем – огонь и вода. Небеса, как бы как границы духовного мира или как сам духовный мир, в них сочетаются огонь и вода, превращаясь в некоторое такое единое целое, некоторый симбиоз противоположностей. Здесь Давид имеет в виду небеса, которые он видит, когда он поднимает глаза к небу. Но через эти небеса он вспоминает о духовном мире, где нету противоречий, где нету изменений, где господствует гармония. И там великолепие на иврите. Год Всевышнего на небесах, его свет, который пронизывает все. Свет, он всегда соединен с источником напрямую, луч соединен с источником напрямую, он передает свойства источника. И поэтому духовный мир Давид описывает как кагоот, как то, что пронизано светом, светом Всевышнего, первозданным светом, создающим ощущение единства. И опять же, он говорит о небесах, которые видят его глаза, и имеют в виду, что они указывают на духовный мир. Из гусс младенцев и грудных детей сделал ты основание силы. Давид делает следующий шаг. Всевышний господин мира. Он делает все. Он творит все. В его руках все. Он выносит все постановления. Он творец и господин. Но в то же время есть как бы обратная связь. Это молитва, молитва человека, которая доходит до Всевышнего и которая может измениться все. Любую судьбу, любое предначертание, любое постановление, любое предсказание, которое человек, скажем, увидел в звездах. Все-все-все может быть изменено. И вот как бы есть величайший царь, который прислушивается к репету младенцев. Но здесь имеется в виду, конечно, совершенно не обязательно младенец и совершенно не обязательно грудной ребенок, потому что и младенцу, и грудному ребенку трудно что-то очень изменить. Может быть, плач младенца и грудных детей. Может быть, он может в какой-то степени повлиять на постановление небес как молитва. Но гораздо в большей степени здесь опять же есть переносное значение. Есть люди, взрослые, которые все очень хорошо понимают, обладают великой мудростью. Но они перед Всевышним, они как младенцы, они понимают, что они ничего не могут. Или, по крайней мере, они сами ничего не могут. И для того, чтобы что-то сделать, что-то сдвинуть в хорошую сторону, нужно обращаться ко Всевышнему, как младенец обращается к своему отцу. Или еще больше, есть те, кто считают, что они как грудные дети, они привязаны ко Всевышнему, постоянно не могут оторваться от его силы, от того, что он им дает постоянно, как ребенок, грудной ребенок не может оторваться от груди матери. То есть, мощь Всевышнего, сила Всевышнего, ее основание – ощущение слабости человека и зависимости его от Творца. Человек может быть слабым, может быть сильным, может быть деятельным, может быть менее деятельным, но его, скажем, ощущение полной зависимости и привязанности к Творцу – это то, что может быть основой отмены какого-то тяжелого приговора или основой успеха человека, который задумал какое-то благое дело. Из уст младенцев и грудных детей сделал ты основание силы из-за неприятелей твоих, чтобы лишить силы врага и оспаривающего или спорящего с тобой. Те, кто чувствуют, ощущают себя привязанными ко Всевышнему, постоянно они основываются на силе Всевышнего, и эта их сила гораздо более мощная, и она в конце концов побеждает, чем сила тех, кто восстает против Всевышнего, тех, кто так или иначе борется с ним или просто не хочет знать его, и тех, кто оспаривает принципы управления мира, которые заложил Всевышний, его основы, его основы морали и те силы, которыми он наделил сыновей Израиля, избранный им народ. Есть люди, которые как бы оспаривают, им не нравится все это, не мораль, не высокие духовные сыновей Израиля, не их Тора, а все и это с одной стороны, и с другой стороны молитва, молитва тех, кто привязан ко Всевышнему. И дальше Давид восклицает, когда вижу я небеса твои, делаю пальцев твоих, луну и звезды, которые устроил ты, думая, что есть человек, чтобы ты вспоминал о нем и сын человеческий, чтобы ты приказывал о нем. Давид, поднимая глаза к небесам, он представляет себе величие Всевышнего, какая огромная вселенная, сама по себе огромная, он сотворил все это, мало того, это еще указывает, небеса указывают на духовный мир, который еще более мощный, еще более величественный, чем мир, чем мир материальный, когда я вижу небеса твои, как бы указывающие на величественный, и величественный духовный мир, и дело пальцев твоих как скажем мудрость Всевышнего, которая проявляется в духовном мире, она проявляется и в материальном мире, потому что мы представляем, что здесь все образы, нету Всевышнего пальца, а здесь образ, значит, через человека, через человека, через то, что человек встречается в своем мире, Давид хочет рассказать о Всевышнем, и он говорит, что у человека есть инструмент, который проводит непосредственно его мысль, проводит материальный мир, это его рука, и прежде всего пальцы, которых, если бы не было у человека пальцев, то он бы не смог сделать все прекрасные изделия, которые он делает, не мог бы изготовить все те инструменты, которыми он пользуется, и не мог бы развиваться пальцы, это инструмент, который напрямую способен выразить мысль человека в мысль человека в материи. Также и для Всевышнего Давид говорит, глядя на небеса, я представляю себе духовный мир, мир мыслей твоей, и вот я представляю себе, что весь мир, который, так сказать, под небесами, это дело пальцев твоих, когда ты все сделал тонко, мудро и разумно, и разумно, и красиво, я думаю, этот огромный мир, свидетельствующий о твоей красоте и мудрости, что такое есть в нем человек, и что такое есть человек, что такое есть человек перед тобой, почему ты человек настолько мал, что представляется удивительным, что ты вспоминаешь о нем. Вспомнить это понятие, которое встречается и в Торе, и в наших молитвах, например, в Йом-Кипур, мы просим Всевышнего, чтобы он вспомнил о нас, вспомнил о нас и вынес свое постановление, как о правом или виноватой, попадаем, не дай Бог, попадаем мы в разряд его сыновей, или попадаем мы в разряд его работ, но только пусть он вспомнит и вынесет свое решение. Так мы молимся в Йом-Кипур. И мы представляем здесь, что Давид как бы возвращается к той же проблеме. Может быть, он все время в ней как-то вращается, в этой проблеме. самое страшное это забвение. Вот мы представляем себе человека, которому дорог какой-то другой человек. Может быть, мы говорим о мужчине, который задумывается о женщине, которую он любит, но с которой он находится в разлуке. Может быть, мы говорим о женщине, которая думает о мужчине. Мы понимаем, что в разлуке хотелось бы, чтобы тот, кого ты любишь, он помнил о тебе, он не забывал тебя. Иногда пусть он лучше сердится на тебя, вспоминает тебя с какой-то рассерженностью, чем он совсем забудет. Нету ничего хуже равнодушия, нету ничего хуже без различия, нету ничего хуже забвения. И Давид стоит перед Богом и говорит, ты вспоминаешь о человеке. Где он там, что он там, этот человек, что он делает, давай-ка посмотрим, где он находится, что он натворил, или что, какие благие дела он сделал, это уже что-то великое, тот, кто бесконечен, вспоминает о конечном, конечный важен ему. я уже от этого в восторге, что я важен, я не совсем понимаю, как это может быть, что такой малый, он удостаивается того, что бесконечный вспоминает о нем. Что есть человек, чтобы ты вспоминал о нем? Он даже не говорит с любовью или в гневе, вообще просто, что это человек. И сын человеческий, чтобы ты приказывал о нем. Всевышний не только вспоминает, он еще и отдает распоряжение. Вот, пусть будет так или будет так, иногда это распоряжение не сразу начинает действовать, а только в природе начинают и в человеческом общество начинают складываться какие-то условия, что с этим человеком произойдет так-то и так-то, он получит награду или, не дай бог, получит наказание, и вот ты вспоминаешь и приказываешь о нем, ты еще думаешь, что должно быть с ним, что определить ему. Это само по себе вызывает восторг Давида, что он стоит перед Богом и Бог вспоминает о нем и ведет его как-то, а ты уменьшил его немного по сравнению с ангелами. И здесь такая как бы переход и посылка объясняющая, почему все-таки Всевышний вспоминает человека, почему все-таки человек оказывается достойным, чтобы о нем Всевышний вспоминал. Он немного меньше ангелов. Мы понимаем, что значит немного. Когда мы говорим о бесконечности, ангел, он тоже существо бесконечного мира, он тоже бесконечность, как бы сказали математики, меньшего порядка, чем Всевышний, но он тоже бесконечность, которая не имеет границ пространственного временных. И вот ты человека чуть-чуть уменьшил по сравнению с ангелом, это чуть-чуть, оно же бесконечно. Но дело не в этом. Дело не в этом, насколько ты его уменьшил, много или мало, и, может, ты его бесконечно уменьшил с ангелом. Здесь тем, что ты его уменьшил по сравнению с ангелом, ты сделал его великим. Ты сделал его великим творением, которое нельзя сравнить и с ангелом. И величие человека больше, чем ангела. и в конце концов, для кого сотворен мир? Ради ангелов или ради того, чтобы в нем был человек? Человек. Ради человека сотворен мир. Почему? Потому что человек меньше ангела, а ты уменьшил его немного по сравнению с ангелами и тем самым величием и возвышенностью увенчал его. В чем же здесь дело? Мы хорошо понимаем. Ангел, он живет в мире духовном, в мире, где нет скрытия, все открыто перед ним, и он в конечном итоге является инструментом в руках Всевышнего. Он исполняет волю Всевышнего, можно сказать, без искажения. Мы не будем вдаваться в подробности, мы возьмем глобально. Ангел – это инструмент в руках Всевышнего, и он исполняет волю Всевышнего без искажения, точно. И он не может понять ангел замысел Всевышнего. И только когда он исполняет волю Всевышнего, он понимает замысел, понимает, в чем это заключалось, волей, тогда он поет песню Всевышнего после того, как он исполнил то, что ему было поручено. А человек обладает свободой выбора. и это позволяет ему выйти, так сказать, на уровень любви ко Всевышнему. Свобода выбора, которая дана человеку именно потому, что он не ангел, она делает его более великим, чем ангел. человек живет в мире, не в духовном мире, он пребывает, как бы находится, ощущает себя, а в мире материальном, которым является миром скрытия, скрывает волю Всевышнего, скрывает, не дает почувствовать Всевышнего. И человек силой своей веры, силой своей любви, передвигаясь в этом мире, привязывается к сердцу Всевышнему, хочет исполнять его волю и хочет петь ему песни не хуже, ангел. А в конечном итоге мы понимаем, что лучше, ангел. Ты сделал его властелином над творениями рук твоих и все положил к ногам его. В конечном итоге все для человека. И каждый человек, как говорится в трактате Брахо, должен сказать себе «Для меня сотворен мир». Для меня нет не в том смысле, чтобы я пользовался всем золотом, серебром, властью. Не в этом плане. Для меня сотворен мир, чтобы я через этот мир скрытия, я увидел в нем то, что видел Давид, великолепие, творение, увидел в нем человека, понял его роль, и мое сердце устремилось ко Всевышнему. Ради этого создан мир. Для меня создан мир. Причем, как мы с вами увидим из первого псалма, если мы когда-нибудь доберемся до него, что так как я воспринимаю мир, так как я через этот мир все скрытия строю свои отношения со Всевышним, никто другой не может так построить. И поэтому в этом плане мир сотворен для меня, и для тебя, и для тебя, и для тебя. Но у каждого это есть в этом мире какой-то его особый элемент, особая связь со Всевышним через этот мир вскрытия, которое позволяет человеку сказать для меня сотворен мир. И Всевышний отдал весь мир, отдал весь мир человеку. И мы представляем с вами, что часто вспоминают, что первая заповедь, которая была дана человеку, Адаму, это заповедь плодитесь и размножайтесь. Но то, что в этой заповеди плодитесь и размножайтесь, есть существенное дополнение, об этом очень-очень часто забывают. Я выписал на иврите для вас и создал Всесильный человека по образу его и по образу Всесильного создал его, создал мужчину и женщину, создал их и благословил их Всесильный и сказал им Всесильный плодитесь и размножайтесь и наполните всю землю и овладейте ею и владейте рыбами морскими и птицами небесными и всеми с зверми которые на земле которые передвигаются по земле что здесь имеется ввиду имеется ввиду то что если человек действительно сохраняет образ и подобие творцу то весь мир подчиняется ему и служит ему как мы представляем себе когда Адам был сотворен метраж рассказывает нам что все звери и все животные служили служили Адаму были готовы слушать его были были готовы подчиняться ему и работать для него буквально это так или не буквально очень трудно представить себе что происходило в саду Эдем но есть идея человек в человек в основе мира через него как бы идет свет Всевышнего для всего мира и все живые существа это чувствуют и приходят к нему с благоговением и готовы служить и работать ему в то же время мы видим с вами особо ярко скажем когда Каин согрешил Всевышний говорит ему что он простит ему а Каин волнуется он говорит а как же а сейчас же каждый зверь который увидит меня он разорвет меня Каин который убил своего брата он утратил образы подобия и теперь животные вместо того чтобы как бы так сказать образно говоря восхищаться этим образом подобием и подчиняться ему они разорвут его и Всевышний делает такое чудо дает Каину знак который не позволяет животным разорвать его на части потому что Каин раскаивается хотя бы раскаивается хотя бы частично но нам важно что действительно весь мир отдан человеку в конечном итоге мир это зеркало человека зеркало его зеркало его души как человек так и так и мир изначально весь мир был создан так что он отражал и мысли и молитву Адама и двигался в прекрасную сторону но когда Адам согрешил а потом появилось его потомство которое пошло по пути греха то мир отразил их испорченную сторону превратился в нечто уродливое такое что Всевышний сказал я должен стереть это с лица земли то есть человек он как бы не только Всевышний вспоминает о нем и приказывает о нем он все положил к нему ногам и говорит смотри я создал этот мир для тебя ты будешь прекрасным мир прекрасным и задача твоя властвует над миром в том смысле чтобы как бы от тебя исходил свет для всего мира и тогда весь мир будет подчиняться тебе подчиняться с любовью весь мелкий и крупный скот и зверей полевых птиц небесных и рыб морских проходящих путями морскими можно увидеть в этом несколько более простой момент что Всевышний что человек он сильнее всех животных и он пользуется всеми ими Всевышний дал ему пользоваться всем миром Бог Господин наш как величественное имя твое на всей земле и в конце Давид повторяет тоже восклицание оно появляется не случайно оно подчеркивает что после того как я как бы продумал многие моменты я понял многие моменты сначала я воскликнул потому что мою душу переполнял восторг потом я многое понял продумал и я возвращаюсь к тому же восторгу конечно не все понято не все выяснено до самой глубины и я по-прежнему смотрю вокруг себя смотрю на небо и я говорю я восклицаю с восторгом Бог господин наш творец который управляет всем миром как величественное имя твое на всей земле теперь после такого монолога я бы сказал несколько вынужденного потому что не хочется прерываться я остановлю демонстрацию экрана вот и пожалуйста если есть какие-то вопросы то я постараюсь ответить я вижу что-то в чате написали мне целые трактаты сейчас я попробую может быть справиться с этим не могли бы пояснить что является историческими границами земли Израиля но все-таки это не по теме мы постараемся как-то справиться с этим впоследствии русского божества бог и так далее это я даже не хочу с этим не хочу с этим соотноситься не хочу объяснять вот ашем бог и так далее все очень хорошо понимают когда я говорю бог о ком идет речь и так далее это вы пожалуйста приберегите эти все изыскания и все это стремление к святости которое затрудняет нам работу и понимание это вы приберегите пожалуйста для себя вот и тот кто хочет быть Леавдем святее Папы Римского то пожалуйста ему как бы и карты в руки там небезызвестный Аврам много пишет в том числе про меня я думаю это можно не озвучивать я только я хотел послушай я хотел добавить личное от себя Аврам дорогой я в общем преклоняюсь перед твоими сединами хочу сказать что в моих глазах ты просто мальчишка тебе 61 год а мне 65 ну да конечно окей теперь если можно вопрос вопрос можно вот вопрос такой как объяснить что ну скажем так чтение Таилим стало некоторым стандартным занятием я аккуратно выбираю слова да стандартным занятием да стандартным занятием религиозного человека то есть вообще говоря если хочешь увидеть чем занимаются религиозные люди на улице они обычно читают Таилим плохой вопрос да вопрос понятен да можно можно быть можно сказать что есть здесь в наших текстах есть определенная тайна которая может быть наиболее ярко проявляется Таилим но она в общем-то связана со всеми она в общем-то связана со всеми нашими текстами если мы с вами представим себя то Тора переведена на все языки мира да и количество экземпляров которые выдержали выдержал печатные издания они во много во много раз если не в тысячи раз превосходят любую любую другую литературу это это Тора да то же самое можно сказать и о пророках может быть несколько в меньшей степени но в принципе тоже то же самое почему я это говорю да что здесь есть какая-то сила какая сила понятна божественная сила да и мы с вами не один раз говорили что Рава Враам Ицхак Кук он неоднократно и настойчиво напоминает что изучая пророков он правда подчеркивает изучение что мы соприкасаемся с божественным духом который пребывал на который пребывал на пророках да и если мы даже это не ощущаем напрямую то это обязательно нас тянет притягивает что-то пробуждает что-то пробуждает в нашей душе конечно нужен определенный интерес и определенные усилия если мы открываем эти тексты и говорим ну они непонятные они устарели ну все пропало а вот если мы прикладываем усилия какие-то и возвращаемся к этим текстам пытаемся проникнуть в них тогда да тогда нас это притягивает и как магнит и мы мысленно возвращаемся к этим текстам ни одна другая литература не обладает вот такой такой силы да можем представить себе скажем что Шекспир написал 150 сонетов подражая Давиду написал прекрасные стихи прекрасные которые читают внизу которые повторяют но это нельзя сравнить с тем как читают Таилим даже с тем сколько читают Таилим и в этом есть как бы в этом есть божественная сила особенно может быть Таилим говорят что в Таилим есть пять книг так же как в Торе пять книг так же и в Таилим пять книг особенно Таилим потому что Давид стремился к этому специально он хотел пробудить у всех кто соприкасается с его так сказать поэзией если позволительно сказать ощущение близости ко Всевышнему переживания ощущение что человек стоит перед Богом вот мы как бы несколько проникнув смысл в салмов я надеюсь мы понимаем да вот эти ощущения очень высокие вот первый человек когда он сотворен что он чувствовал что из этого вытекает да вот место храма да вот мы сегодня представили себя Давид может быть в трудные минуты жизни он он и мир и в этом мире Всевышний да он стремился к этому чтобы пробудить у нас пробудить у нас ощущение можно сказать что к сожалению мы конечно не прикладываем да то есть почему я сказал пять книг Тора и пять книг псалмов потому что он хотел Тору Тору пропустить через свои псалмы чтобы потом человек обратно вернулся к Торе к пяти книгам Тора воспринимал уже совершенно по-другому воспринимал их эмоционально не просто да как бы головой вот как он утверждал или для себя считал что все нужно пропускать через голову нет а он хотел чтобы человек вернулся к Торе эмоционально да и если так позволительно опять же сказать он он добился этого и Теилим нас тянут и нас и нас притягивают да и естественно что он как бы был был человеком как мы представляем себя молитвы которого принимались с большой силой и вот эту силу молитвы обращения ко Всевышнему он также заложил Теилим и конечно когда мы хотим обратиться ко Всевышнему и в минуты радости в праздники и в минуту когда не дай бог есть какие-то трудности и болезни что мы открываем мы открываем слова Давида в надежде что в эти слова уже вложена наша просьба на высоком эмоциональном уровне и мы повторяем эти слова хотя не запрещено молиться своими словами наоборот следует молиться своими своими словами но тем не менее как вот и общая молитва а иногда индивидуальная молитва мы прибегаем к строкам Давида и вот то что Натан спросил я услышал в этом что далеко не все понимают далеко не все проникают смысл есть божественный дух который нас который нас притягивает и мы можем видеть что не только нас сколько народы мира занимаются псалмами сколько в псалмах ищут и какую-то силу лечебную силу есть специальная терапия разработанная на основе на основе псалмов на основе псалмов говорят помогает я не знаю я сам не пробовал есть скажем неконвенциональная медицина которая использует псалмы работает у них или нет это другое дело но мы понимаем что с этой книгой связаны сильнейшие ощущения у всех кто открывает ее и особенно у всех кто открывает ее с целью обратиться ко Всевышнему вот у меня такое представление поэтому каждый раз когда человек молится или скажем просто хочет возбыться душевно духовно наполнить свой день какой-то более-менее высокой духовностью он открывает книгу Таилин и читает либо все подряд либо то что ближе ему и лежит ему по сердцу на сердце так что я бы сказал одним словом теперь после этого долгого объяснения в наших книгах с ними связан божественный дух который ощущают все нам бы следовало ощущать его острее я думаю что да это скажем еврейский народ пронеса эти книги через всю историю он ощущает этот дух острее но в принципе он ощущается всеми что-то хочется еще спросить есть какие-то еще вопросы у меня есть вопрос да пожалуйста да про любой псалом можно спросить еще раз про любой псалом или про восьмой про любовь или про восьмой любой 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 ну а то что я сказал относится ли это к любому псалму нет 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 значит есть псалом номер 119 так там значит по каждой букве алфавита 22 буквы там значит части псалма по каждая часть псалма начинается с определенных да скажите мне пожалуйста его как-то надо особенно читать я слышал что по буквам имени своего или еще что-то или это просто выдумки я я бы не сказал что это выдумки есть традиции есть разные традиции 119 псалом если не про нас будет сказано кто-то из близких уходит из жизни то как вы знаете 119 псалом в день поминовения бьерцет читают те строчки псалма которые начинаются с определенной буквы а буквы выбирают так чтобы сложилось имя имя умершего это устоявшаяся традиция и мы ее видим практически практически во всех общинах иногда добавляют то что называется те йот нишама те у меня буквы нун шин мем рей в 119 псалме берут и читают то что начинается на нун шин мем мем рей чтобы получилась как бы нишама душа и так далее нету нету числа обычаем которые есть в еврейском народе и особенно это связано с обычаем упоминания умерших тут самые разнообразные обычаи во всех во всех общинах легче когда человек вырастает в какой-то общине вырастает в семье есть определенные обычаи он придерживается их и из уважения к традиции из уважения к традиции отца это гораздо гораздо легче если пытаться исполнять все обычаи которые есть и все обычаи которые связаны со 119 псалом то тут наверное придется запереться где-нибудь так сказать в горнице и молиться целый год мне представляется мне представляется что конечно можно молиться читать определенные псалмы для того чтобы для того чтобы был там скажем успех в бизнесе или чтобы было здоровье или молиться за близких все это представляется возможным и входящим в еврейскую традицию я совершенно не против но для меня в любом случае что бы вы не читали как бы для меня лично очень важно проникновение в текст очень важно проникновение в текст чтобы что бы вы не читали мне кажется что проникновение в текст даже если вы выберете какой-то псалом, который вам, кажется, подходит на это время и на это событие больше, проникновение в текст сделает молитву гораздо более существенной, чем кто-то мне сказал, читай здесь, читай здесь, читай по буквам, так, читай так, ну хорошо, я прочту, и все это еврейская традиция, я уважаю. Но проникновение, смысл, смысл то, что, к сожалению, мы часто забываем, представьте себе, скажем, перед лицом Всевышнего мы пытаемся пользоваться каким-то инструментом, мощным, как инструментом, без понимания, или мы пытаемся проникнуть в смысл. В чем смысл молитвы? В понимании, в сосредоточении, в обращении ко Всевышнему, да, мы берем слова, берем слова псалма, да, мы берем там что-то по традиции, что на этот или на этот случай, но разве это будет звучать по-настоящему, если мы не понимаем смысла того, что мы читаем? Ну, наверное, да, хорошее дело, обращение ко Всевышнему уже само по себе замечательное дело, но понимание, оно гораздо, гораздо сильнее. Есть такая книга, Цемых Цедик, хаббатского авторитета, одного из хаббатских рэби, и он там в этой книге говорит так, да, что заповедь, а это можно отнести ко всему, и к изучению Тора, и к псалмам, да, заповедь, она как птица, у нее есть тело, это само действие, и есть крылья, крылья – это намерение человека, да, ну, да, тело как бы ты смастеришь всегда, вот сможешь ли ты это тело, условно говоря, тело поднять высоко в небеса, это зависит от твоего понимания, да, так что, пожалуйста, можно делать, исследовать всем указаниям, и там вашего раввина или кого-то знакомого, пожалуйста, да, вот, все это нормально, хорошо, чаще всего это имеет корни урейской традиции, но, опять же, понимание, оно очень и очень и очень существенное. Спасибо. Окей. Ну, мы, наверное, остановимся с вами. Окей. И большое-большое спасибо всем за участие в рассмотрении таких сложных тем, и я уже жду следующей встречи с вами. Спасибо, Розеев. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Спасибо за понимание. Спасибо.